Всем привет! Уверен, многие убирали в старых гаражах, амбарах, сараях, но те, у кого есть родня в Сулах, так точно, там можно много чего интересного найти. Так и наш герой. Нашел такую дрель, такого вот плана. Если когда-то у вас была такая штука, то это была гордость гаража. А ну признавай, у кого было что-то подобное? У меня тоже была, только вот такая вот. Если подумать, вот это и древняя. Но не про то. У нашего героя была чуток не такая красивая, но рабочая, но он все же решил ее выбросить. Но зачем она в наше время? Но дедушка, когда увидел, то сразу забрал и начал крутить ручку. На глазах у удивленного внука достал оттуда 4 купюры по 25 рублей. Это была его заначка от бабушки того времени. За такие деньги можно было купить тогда, ну, настоящую зеркалку, зенит Е, например. Или пылесос Тайфун, точнее сразу два. Это были большие деньжища. Да, дед сказал, что нашел их на рыбалке на берегу реки в Барсетке, но потратить так и не смог. Боялся, что могли спросить, откуда такие деньги взял. Зарплата-то была тогда маленькая. А вот так вот, смотрите, парень нашел настоящий тайник. Старом башмаке. Сколько золотых монет, правда? Только эти монеты поисковики называют золотопаркой. Они все выпущены до денежной реформы 1961 года. Потому их и называют до реформа. Сделаны из алюминиевой бронзы. Того они и блестят, как золото. Но когда смотришь бегло, то первое впечатление – йо-о-о, золото. Сердечко точно может ёкнуть. Да что там, с перепугу можно и воздух испортить. У меня было так пару раз. В смысле не воздух испортить, а когда я путал советы золотом, но не про то. Они бьют на приборе, как золото, звучат так же, вот потому людей путают. Но не все копают советики. Поисковик Сергей Ваучев копает уже давно. Но где копает? В парках Канады, город Торонто. Там люди живут далеко не бедные и теряют всякое интересное. Есть на что посмотреть. Да, сигнал был глубокий, но не очень стабильный, говорит Серега. Копал он с прибором Прохор. Показывал тот число ВДИ 75, но сигнал был плавающий. Серега решил копнуть, так как в этом Шарбудском парке были хорошие находки. Да, заметили, как копают не лопатой, как мы, а таким специальным ножом. Вот смотрите, какая красота. Да, это заморское золото, настоящее золото. Его-то и чистить не надо. Плюнул, протер об левый рукав и все. Да, это у нас золотая монета Великобритании. Суверен называется. Из золота 917-й пробы. Стоит примерно где-то 300 вечно зеленых. Так что можно поздравить хорошего человека с такой мега находкой. Хотя в парках и в лесах Канады можно найти много чего интересного и необычного. Ссылку на канал Сергея Ваучера оставлю под видео, посмотрите. А вот так вот мой подписчик нашел заначку в саду старого дома. Да, как нашел, так почувствовал, почувствовал душой. Да, продегустировали ее 6 человек, дегустировали пол-литра. И все были в нерване. Вот я подумал, а не страшно было пробовать? Вот честно, кто дегустировал вот такие вот находки? Оно не выдохлось или как? Или оно не вредное? Интересно. Ты представляешь? Нашли кладуху. Банка самоуона. Коммунисты прятали. В ведре было. Брат, я в стране чудес. Я приехал сюда на машине времени. Красота-то какая. Снимаю специально для тебя. Брат, смотри. Смотри. Смотри, брат. Спирт в зерновой. Вот еще ящик. А это водка. 94-го года. А это коньяк 93-го. А вот это, брат. Это же спирт-рояль. Тот самый. Я в музее, брат. Приезжай. КОНЕЦ КОНЕЦ